Итак, друзья, смотрите, вот это наш такой фирменный тизер. В нем постепенно появляются, добавляются новые-новые инвесторы. И мы в течение всего 2019 года в этот тизер будем добавлять различного рода информацию. Все почему? В отличие от всех, особенно кто портит рынок, не будем показывать кто. Этот рынок портит, собственно говоря, но кто-то его портит. Я просто не понимаю, как стартапы могут приходить и бесплатно пичиться перед инвесторами. Мне это в голову не заходит. Это какой-то разврат. Это развращение на самом деле трендов, потому что я общаюсь с вашими менеджерами, Дим, они вешаются от того, сколько стартапов слетает, потому что у них нулевая зона ответственности, они безответственные товарищи. Берите хотя бы, не знаю, 500 рублей с них за выступление на ваших пичах. Но суть не в этом. Даже у Фри, кого представляет Дмитрий Калаев, нет голосовалки, как у нас. Мы создали голосовалку, которая в себе объединяет, знаете, прям хотел так соврать, сказать, машин лернинг, там, биг дату и так далее. Нет, оно объединяет некую методологию, очень похожую на фигурное катание и евровидение. Если даже посмотрите как бы картинку, да, вот как она выглядит, она похожа отчасти на евровидение. Так и есть. И сегодня у меня к вам большая просьба. Все вы сможете зарегистрироваться, пройдя по определенной ссылке через ваш телефон на наш сайт. Он будет весь вечер сегодня появляться. Голос.эксперт. Это такой вот сайт, не надо водить в ОВВ, просто голос.эксперт. Переходите, регистрируйтесь и начинаете голосовать. А в конце вечера мы узнаем, кто кого как выбирал, кто кого как судил и как на самом деле сложится, так сказать, отбор в рамках нашего стартап-шоу. Инвесторы. Итак, Андрей Ковалев. Сядь, Сейдоров, Экоофис. Андрей, ты где? Вот Андрей Ковалев. Алексей Иванченко. Веб-инновации. Все читать не буду, не обижайтесь, пожалуйста. Артем Аветисян. Инвестор, представитель Всероссийского прибывательского объединения. Сергей Дашов, основатель из Дэсфудс. Частный инвестор, тот человек, который привозит Ахмат чай к нам. Венчурный инвестор. Саша Румянцев. Более 50 стартапов он инвестировал. Игорь Луц. Николай Краинов. Инвестор группы Покров. Инвестирует много в Медтек. Сергей Змеев. Инвестор, миллионер, предприниматель и замечательный человек. Александр Пустови. Директор по развитию фонда AD.ru. Там старая информация. Директор обсерватора Фри Дмитрий Колаев. Я думал, ты не увидишь, кстати. Но там старая. Константин Надиненко. Инвестор, директор по инвестициям. Лидер Константин Синюш. Инвестор, управляющий партнер фонда Antetlet Ventures. Эксперты. У нас сегодня прям микс экспертов. Мы ждали один объем, у нас другой объем. И даже новые люди, которые у нас даже не встроены в нашу презентацию. Рубинов Иван. Старший инвестиционный советник. Правильно? Правильно. Вот. Это Иван. Андрей Свинцов. Едет. Мега-человек. Заместитель писателя комитета Госдумы по информатизации. Вадим Журавлев. Эксперт, управляющий Viewers Brand Consultancy. Тот человек, который создал нам бренд. Владимир Волошин написал, что, к сожалению, не могу после трансформации, прямо умираю. Алексей Мостовщиков. Здесь. Так. И Дмитрий Разбегаев. Тоже где-то застрял. Надеюсь, что он еще дает, кстати. Ренат Мансуров. Эксперт, владельец инвестиционной компании WSI. Вот. Кстати, он сегодня человек в черном. Просто в черном. Он не black and white, да, а просто человек в черном. Много лет назад, года три с половиной назад, родилась идея. Помните, как в проекте «Голос», когда продюсеры бьются за музыкантов, чтобы взять к себе продюс-центр и из них делать звезд, раскручивать. Так и мы подумали о том, что после себя некоторое время инвесторы будут биться за стартапы. Поэтому, в принципе, мы продвигаем такую часть нашего шоу «Битва за стартапы». Это означает, что шоу начинается. И потихонечку мы переходим к черном части. Чуть потише. Пройдите, пожалуйста, все через ваши смартфоны на сайт голос.эксперт. Это очень важно. Особенно важно, чтобы эксперты, инвесторы это сделали обязательно 100%. Обязательно 100% со смартфона. Суть в чем? В том, что там будет голосование. И оно многоуровневое. Поэтому, друзья, пожалуйста, зрители, зрители тоже заходите, пожалуйста, на сайт. Это прям сайт. Голос.эксперт. И проходите регистрацию через Facebook. Выбирайте, кто вы. Зрители, инвесторы и так далее. И там потихоньку будут выпадать стартапы. Там будут критерии оценки этих стартапов. И в конце нашего шоу мы увидим, как голосовали эксперты и что они говорили. Как голосовали инвесторы и что они говорили. И как голосовали зрители. И кто же на самом деле у нас займет там третье, второе и первое место. И кто найдет свой инвестор. Поэтому, друзья, это очень важно. Инвесторы, эксперты, от вас прям вот голосование по каждому проекту мы ждем. Потому что мы видим, кто из вас голосовал, а кто не голосовал. И это, конечно, нас иногда огорчает. Проект на ремонте.про – онлайн-платформа по ремонту квартир. Нам нужно минимум 30 миллионов, в идеале 100. Если привлекаем 100 миллионов, то окупаемость на 25 месяц рентабельность инвестиций за третий год составит 1468%. Немного обо мне. Сегодня мне исполнилось 29 лет. С 12 лет я помогал отцу выполнять ремонты. 4,5 года назад я открыл свою первую фирму по ремонту квартиры. Три года делал ремонты сам, допустил тысячи ошибок, выявил сотни проблем и нашел для них системные решения. Последние полтора года я разрабатывал платформу, включающую в себя все эти решения. На данный момент на рынке ремонтов есть несколько основных проблем. Первая проблема – мало специалистов. Как решают эту проблему конкуренты? Уходят от ответственности через посредничество. Минус – они не контролируют качество. Обучают мастеров лично, либо отправляют на обучение к производителям материалов. Это хорошо, но маленькая пропускная способность. Как решили проблему мы? Обучаем и сертифицируем специалистов в своем онлайн-уверситете. Это позволяет нам обучать тысячи специалистов одновременно, не затрачивая на это ресурсы. Проблема рынка. Сложность взаимодействия с клиентом. Как решают проблему конкуренты? Уходят от общения через посредничество и снова не контролируют качество. Выполняют ремонт только по готовым стилям. Минусы – теряют уникальность и прибыль, отсекая часть рынка. Как решили проблему мы? Общение и работа с клиентом просекают через личный кабинет. Какие плюсы? Легко оплачивать и контролировать работу электронный документ оборот. Проблема номер три. Большая конкуренция на рынке рекламы. Как решают проблему конкуренты? Увеличивают бюджет на рекламу и маркетинг. Тем сам уменьшая свою маржу, либо увеличивая стоимость для клиента. Как решили проблему мы? Разработали систему, которая позволяет получать заявки на ремонт бесплатно. Какие плюсы? Отсутствие конкуренции. Нам не нужно бороться за клиентов, и мы получаем тысячи заявок бесплатно. Объем рынка. 80 миллионов квадратных метров жилья строится каждый год. 3,6 миллиардов квадратных метров размер жилищного фонда РФ. Достаточно менее 1% от рынка квартир, который строится каждый год, чтобы выйти на чистую прибыль от 100 миллионов рублей в месяц. Более подробный расчет вы сможете увидеть на 11 слайде. Наша бизнес-модель включает в себя 26 видов монетизации. Чистая прибыль с одного клиента – 197 тысяч рублей. На этой таблице вы можете увидеть расчет прибыли всех видов монетизации при незанимаемой доле строящегося жилья 0,7%. Есть ли у нас конкуренты? Если говорить о небольших компаниях, то конкуренции в них нет. Мы разработали продукт таким образом, чтобы не конкурировать с ними, а наоборот сотрудничать с выгодой для обеих сторон. Что касается других игроков, есть небольшая конкуренция. Это такие компании, как Т-номер, ОК-ремонт и Квадрим. Однако наши бизнес-системы имеют кардинальные различия, и ни у одной из этих компаний не реализовано даже 2% от нашего функционала. Какие конкурентные преимущества у нас есть? Все, что нужно для ремонта в одном месте. У нас 17 видов услуг. Мобильное приложение позволяет управлять ремонтом с телефона, переписка с мастерами, оплата онлайн, электронный документооборот и все отчеты у нас в телефоне. Безопасная сделка, трехуровневый контроль качества и скидки в большинстве строительных магазинов. Цель компании. К декабрю 2019 запустить бета-версию от платформы. К декабрю 2020 открыть 70 филиалов, выйти на чистую прибыль 70 миллионов в месяц. К декабрю 2021 выйти на чистую прибыль 300 миллионов в месяц. Команда. На платформе будет работать компания Qsoft, которая создала всем известную AmoCRM. Всем маркетингом и контентом будем заниматься сами. Сколько денег нужно и для чего? Минимум 30 миллионов, лучше 100. В основном деньги пойдут на разработку платформы и мобильных приложений для нее. Также на создание контента для соцсетей, университета дизайна и ремонта. Инвесторы получают 30% доли компании и чистой прибыли относительно своего вклада. Я рассматриваю два варианта инвестиций с правом выкупа и без права выкупа доли инвесторов в будущем. На этом у меня все. Буду рад сотрудничеству. Вот мои контакты. Я хотел бы рассказать не про совсем обычный проект для данной площадки. Главным результатом инвестиций будут не деньги в чистом виде номером один для инвесторов. Те результаты, которые дают эти инвестиции, это социальные изменения. То есть я хотел бы с вами переговорить про импакт инвестиций. Проекту уже порядка двух лет, точнее не порядка двух лет, а восемь дней назад было два года. Мы инвестировали сюда порядка трех миллионов рублей. И, собственно говоря, суть благодарительного этого проекта, вокруг всего этого построенного, мы собираем крышечки, сдаем их на переработку, вырученные деньги идут на лечение детей. Проблемы, которые мы решаем, понятны всем. Это системные проблемы. И для того, чтобы их решать, мы предлагаем привлечь сюда потоки рекламные, рекламные потоки. И для всего этого мы, собственно говоря, организуем инфраструктуру из 250 тысяч специальных ящиков. Вот так они выглядят. Потом на видео можно будет посмотреть его получше. Здесь экран такой. Особенности этого ящика в том, что он собирается за 15 минут в любой точке мира, по сути. Очень легко локализуется производство таких ящиков. И достаточно просто создать франшизу. Это одновременно монитор для рекламы и емкость для сбора крышечек. Два в одном. С рынком все понятно. Рынок рекламы объяснять не надо. Профессионалы его уже 15 тысяч раз посчитали. РОП, в данном случае расширение ответственности производителя. Это у нас налог. Ну, а, собственно говоря, цель 21-му году. Вот такие параметры. Что касается инструментов продвижения, которые я хотел бы остановиться, это экоуроки с трех лет. Особенность их в том, что, во-первых, они с трех лет, во-вторых, их максимальная вовлеченность. Мобильная игра, она будет учить раздельному сбору мусора. Можно потом это будет обсудить отдельно. Бестоимость инфраструктуры для этого всего порядка 9 миллиардов рублей. Особо хотел отметить, что это инструменты для построения сети. Стратегические партнеры этого проекта это компании, которым интересно инвестировать и которые инвестируют в мусорные проекты, так называемые, в кавычках, и, собственно говоря, производители травмах народного потребления, где есть крышечки. Ну, собственно говоря. Что касается облигаций, это проект, с которым мы сейчас в Нижегородской области все это потихонечку начинаем делать. И второй этап, я хотел бы, конечно, поучаствовать в программе СОПФА, но я думаю, что чуть попозже этот вопрос мы у Нижегородного банка поинтересуемся. Бизнес-модель понятная, продажа рекламы во всех ее видах. Модель при размещении, значит, модель финансовая есть, показатели вот примерно вот такие. С конкурентами все хорошо, мне их перечислять не надо, это, собственно говоря, все те, куда мы идем. Преимущества основные, это, конечно же, вовлечение, потому что, на мой взгляд, через 3-5 лет крышечки будут собирать вся страна. И я предлагаю создать импакт рекламы, это когда деньги с рекламы мы, по сути, отдаем на общественные блага. Сферы влияния проекта, здесь вы можете увидеть их достаточно много, и в каждом из них мы предлагаем системные решения. И в ЖКХ, и в экологии, инфраструктуре по сбору полимера в стране. С эффектами огромное количество, всех перечислять смысла нет, самое главное, мы создаем новое будущее здесь для себя и для наших детей. Добро, это просто. Добрый день, друзья. Сегодня мы приехали с вами в 105-й детский сад, для того, чтобы посмотреть, как работает вживую волшебный ящик, который мы установили, сделали для деток, и как они им пользуются. Мало того, мы помогаем экологии, воспитываем детей быть аккуратными, да, со своей природой, беречь ее, так еще здесь предоставилась возможность научить детей доброте. Один установленный ящик, это одна спасенная жизнь. Мама приносит крышки с работы, папа. А это главный волшебник всего производства, Андрей, без него, без его фантазии, умелых рук и светлой головы, никогда бы такого классного ящика не получилось. Мы учим жить с добром. Мы собираем крышки, и этим помогаем больным детям. Вырученные средства в 100% объеме идут на благотворительность. Добро – это просто! Меня зовут Алексей Курилович, я представляю научные студии для детей и подростков «Квант». Есть такая проблема современного мира – излишняя увлеченность детей и подростков сетью и виртуальной реальностью. На разум наших детей могут влиять ненадежные источники. Суть проблемы – это родительская боль. И сейчас она решается путем запретов гаджетов и конфликтов в семье. Статистика запросов «Родительский контроль» в Яндексе за год выросла на 197% и составляет более 80 тысяч в месяц. Представьте, когда есть возможность серьезно и ненавязчиво увлечь детей красотой реального физического мира. С пользой для развития и без конфликтов в семье. Суть проекта в том, что в жилых комплексах в Подмосковье и в пригородах по России мы создаем под ключ научные студии и обсерватории для наблюдений за Вселенной и микромиром и занятиями азами науки вживую, бесплатно, в базовом режиме. Мы считаем, что родители будут хорошо оплачивать занятия детей в такой студии, особенно, когда поймут, что ребенок попробовал разные направления в бесплатном режиме и всерьез увлекся тем, что ему по душе. Сеть этих студий объединит интернет-платформы со встроенным сообществом. Возможности получать обратную связь, общаться между собой и продавать лучшие научные курсы, проверенные экспертным советом. Помещения под студией предлагаем сделать купольными из стекла и алюминия. Они легкие и быстро возводимые. Застройщикам выгодны такие студии. При прочих равных квартиру купят там, где родителям есть чем занять детей рядом с домом. И мы считаем, что привлечем финансы застройщиков по опционной или акционерной схеме. Внутренний облик ванн-студии предлагаем создавать в космической тематике. Научные студии разделены на отсеки, рабочие места с нужным оборудованием, медотсек, отсек робототехники, отсек микромира, отсек лазерной техники, отсек астрофизики. На втором этаже расположился капитанский мостик с телескопом, галерея для наблюдения и лекций. Объем мирового рынка образования в ближайшие годы увеличится до 6-7 триллионов долларов. Бизнес-модель кван-студии сочетает в себе три проверенных элемента. Экспериментариум, место продажи курсов, интернет-сообщество. Яндекс.Вордсат подтверждает растущие тренды спроса на курсы. Финмодель на 10 студий показала срок окупаемости 6 месяцев и прибыль за 3 года 230 миллионов рублей. Мы изучили наших конкурентов. Они переводят и продают разные курсы для обучения дома с компьютера. А в нашей модели есть возможность работать в реальной лаборатории и отвлечься от гаджетов. И мы считаем, что эффект от изучения программ у нас будет выше. Конкурентные преимущества. Мы рядом с домом, встроенное сообщество, широкий выбор проверенных курсов, научная лаборатория с оборудованием. У нас есть подготовленная команда экспертов по нужным направлениям. Есть поддержка архитекторов, застройщиков и медийных лиц. Итак, у нас есть готовая к старту идея с расчетами команды и поддержкой. Мы ищем финансирование. Всего 18 миллионов 560 тысяч рублей. Все расчеты и детальный план действий есть. Вернем тело инвестиций плюс 100% прибыли через 20 месяцев. Готовы передать 40% от доли в компании и прибыли. Благодарю за внимание. Спасибо, коллега. Спасибо. Добрый вечер. Меня зовут Навруз Ализаде. Я представляю вам проект «Руссиано Шаурма». Это новый концепт на рынке фастфуда. Проблема. На рынке основные две проблемы это низкое качество продукта и плохой сервис. Да и вообще в такие места ходить непрестижно. Мы придумали формулу, озадачились и придумали формулу. Это качество сервиса и вовлеченность аудитории. Открыли точку в городе Липецк, результаты которого превзошли все наши ожидания. Средний доход это 118 тысяч рублей. Это скриншот с онлайн-кассы, где мы видим, что выручка доходит до 750 тысяч рублей. А здесь девушка говорит у себя в Инстаграме, что она три дня мечтала о нашей Шаурме и как ее мечта сбылась. Рынок. Ну вы сами видите, рынок большой. Услуги быстрого питания не единственный вид деятельности. Также мы запускаем франчайзинговую сеть. Конкуренты. Маркетинг на уровне. А Галя, выложи пост, а то давно что-то не шумели там. Что касается продукта, то это вообще мясо с капустой. Ничего интересного, никакого разнообразия. Почему мы всех порвем? У нас только свежие продукты, очень много новых рецептов. Вот я недавно ездил в Турцию, анализировал рынок фастфуда и привез оттуда несколько секретных рецептов, которые мы внедрили у себя в бизнесе. Также за счет чего мы всех порвем. Также это постоянный мониторинг и оперативное внедрение в свой бизнес трендов в общественном питании. Также мы умеем вовлекать аудиторию и фокусируемся на том, чтобы отдавать в 10 раз больше, чем получаем. На третий год чистая прибыль ежемесячно будет составлять 6 миллионов рублей. Команда. Совокупный опыт команды в сфере фастфуд составляет 12 лет, а в маркетинге 4 года. Мы умеем работать с аудиторией. За полтора года мы продали в Инстаграме разные продукции более чем на 13 миллионов рублей. Для открытия одной точки нам нужно полтора миллиона рублей. В течение года для открытия 8 точек и 2 фастфуд кафе нового формата нам потребуется 21 миллион рублей. Взамен мы инвестору отдаем 49% доли компании. И на третий год инвестор может уже ежегодно покупать себе крутой кайтер. Да, спасибо. Спасибо за внимание. Кто хочет кормить миллионы людей, кто хочет изменить эту ситуацию, мы готовы. Спасибо. Дорогие инвесторы, меня зовут Алена, это мой коллега Юрий, и мы представляем вам проект Хеджфонд. Хочется сразу отметить, что мы не технологичный стартап. Единственное, что нас объединяет с теми ребятами, которые также выступают на этой сцене, это желание сделать крутой проект, с которым мы можем гордиться. И мы не просто стартап, который может заработать, а может и не заработать. Мы предлагаем вложить деньги, чтобы они превратились в большие деньги, и не побоюсь этого слова, даже в неприлично огромные деньги. Наша инновация – это стратегия торговли. Мы нужны такому инвестору, который хочет каждый день понимать, что происходит с его деньгами, а не просто раз в месяц получать отчет с непонятными суммами и тратами. Мы команда профессионалов, 25 лет на мировом финансовом рынке с момента его основания в России. В достижениях нашей команды рост капиталов с 4 ваучеров до 5 миллионов долларов. И сейчас мы хотим играть по-крупному и выйти на мировую арену. Поэтому мы представляем вам проект хедж-фонда. 4 года мы искали стратегию, которая позволила бы нам совершать максимальное количество ликвидных сделок при минимальных рисках. И мы нашли эту стратегию. Полтора года мы ее тестировали на демонстрационных счетах, оттачивая и формализуя каждый наш шаг. И у нас получилось. На этом слайде вы видите график за 36 рабочих дней или неполных 2 календарных месяца. И как вы видите, при плановой доходности в целый 1%, мы все равно предвосхищаем эти ожидания и по факту зарабатываем больше. И у нас очень низкий процент проигрышных сделок. Всего лишь полпроцента, что, по-моему, невероятно и очень заманчиво. Мы минимизируем риски. Мы ежедневно находимся в наличности. Мы переходим на следующий день без открытых позиций. Торгуем мы на мажорных валютных парах, а не на криптовалюте, как это могло показаться из названия. Валюты никогда не пропадут и не обанкротятся. И объем рынка составляет порядка 5 триллионов долларов в сутки. Стратегия дает нам доходность порядка 1% в день. Но нижнюю ставку мы для себя ставим 0,5%. Это возможно за счет большого количества сделок с небольшими профитами. Тем самым мы обеспечиваем для себя доходность с минимальными рисками, ведь в течение дня таких сделок может совершаться до 500. Работа с рисками отражена в инвестиционной декларации. При самом неблагополучном раскладе сохранность средств инвестора от 75%. Мне кажется, что далеко не каждый стартап может вообще похвастаться такой работой с рисками. Более того, мы формируем резервный фонд с дохода, превышающего половину процента в день, тем самым опять же снижаем наши риски. Также стоит отметить, что хедж-фонд имеет законодательное регулирование в стране регистрации. У нас есть независимый администратор фонда, который находится в Ирландии, и также аудитор, который находится в Лондоне. Другие хедж-фонды в основном делают ставку на долгосрочные портфели с большим количеством инструментов. Тем самым в основном денежная наличность находится в инструментах и подвержена рискам. У нас же постоянно деньги находятся у нас в наличности. Мы уважаем время и средства инвестора, поэтому прибыль выводится всегда оперативно, и в случае выхода из проекта все денежные средства в наличности. Нет потребности продавать что-то с дисконтом и прочие сложности, которые нам ни к чему. На сегодняшний день у нас есть хедж-фонд, в котором необходимо активировать ячейку для работы по нашей стратегии, и также есть оборудованные места для работы и управления нашим фондом. В течение трех лет после активации ячейки мы создаем историю фонда для того, чтобы впоследствии выйти на международные рынки и привлекать уже мировых инвесторов. Инвестор получает 60% от дохода с вложенных средств и от 10 до 20% с доходов управляющей компании, в том числе с дохода других инвесторов. И тем самым, если мы предполагаем, что через год уже работы мы привлекаем дополнительных инвесторов, то через три года наш якорный инвестор получает доход в размере 7,5 миллионов долларов. И на наш взгляд это заманчивое предложение, и мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов, которые готовы вложить от 1 миллиона долларов. На все вопросы мы готовы ответить лично. И если по каким-то причинам у вас сейчас нет возможности выдернуть эти деньги, то мы будем вам признательны за контакты тех людей, кому это может быть интересно. Ну и, конечно же, голосуйте за нас на сайте голос.эксперт. Мы будем вам признательны. И будем рады ответить на все ваши вопросы либо на нетворкинге, либо по приведенным данным. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Али. Я представляю проект Международная сеть биткоин-банкоматов. На сегодняшний день в мире около пяти тысяч биткоин-банкоматов. Но по факту они не банкоматы, а обычные платежные терминалы. Это накладывает определенные ограничения на их работу. А именно, все операции можно производить только по одной купюре. В реальности это означает, что если кто-то решит купить один биткоин, ему придется стоять с пачкой в 50 купюр. А в некоторых случаях и странах по 250 купюр и даже более бумажек и пихать их по одной штуке. Но самое главное, только один из 20 таких терминалов умеет выдавать деньги и тоже по одной купюре. Как видите, существует явно выраженная проблема, которая никак не решается и у клиентов, которые пользуются этими устройствами, нет альтернативы. Я представляю вам инновационный продукт в криптоиндустрии биткоин-банкомат собственной разработки и производства, а также международную сеть криптобанкоматов на его основе. Ключевое ноу-хау этих банкоматов заключается в том, что клиент может снимать или вносить 200 тысяч евро одной пачкой за раз и занимает это не более 30 секунд. Эта сеть биткоин-банкоматов позволит осуществлять 100% легальные трансграничные перемещения больших объемов наличных денег. Объем рынка 1 триллион рублей в день каждый день. Я скромный, поэтому планирую охватить какие-то жалкие 10% этого рынка, то есть обрабатывать порядка 100 миллиардов рублей в день. Да, бизнес-модель строится на проценте с обмена. На сегодняшний день комиссия в 9% считается ниже средней. На этом слайде показаны конкуренты. Как видите, этот проект не просто идея, а есть рабочий образец. Моя команда состоит из профессионалов своего дела. Для запуска этого проекта нужно 7 миллионов долларов, чтобы установить 20 банкоматов в 20 городах. Через год инвестор получит обратно уже 15 миллионов зеленых президентов. И так каждый год. Для инвестора ключевое отличие этого проекта от других заключается в том, что на его развитие пойдет не более 20% от общего количества инвестиций. Оставшиеся 80% будут загружены в банкоматы. Это то же самое, что положить деньги в банк, только под ультравыгодный процент. Всем спасибо. Кому интересна тема финтека и блокчейна, обращайтесь, потому что этот проект является всего лишь частью от более масштабного проекта платежной системы нового поколения. Меня зовут Александр Борн. Я расскажу вам про самый современный кассовый аппарат iCash. Мы с коллегами уже давно занимаемся автоматизацией бизнеса и ритейл и не понаслышке знаем о их проблемах. Одна из важных проблем это то, что на рынке нет недорогой, но хорошей и удобной в настройке кассы. Есть хорошие, которые стоят очень дорого, а есть дешевые калькуляторы, на которых работать очень сложно. Мы с коллегами проанализировали рынок, пообщались с нашими клиентами, изучили тенденции, изучили новые технологии и рад вам представить наше решение. Это онлайн-касс iCash. Мы убрали все лишнее. Мы убрали тачскрин, ведь у многих есть мобильные устройства. Мы убрали старые интерфейсы, добавили современный Wi-Fi, Bluetooth, добавили энергоэффективные процессоры, энергоэффективную память, чтобы устройство было автономным, а также написали суперсовременное программное обеспечение. И благодаря этому мы выпускаем кассу, которая уже из коробки может полноценно работать. Рынок онлайн-касс составляет только в России 19 миллиардов рублей. Это открытый источник и РБК. Мы рассчитываем на 5%, то есть на 395 миллионов. Наша модель продаж очень простая. Если мы продаем, то мы, как производители, уже можем дать самую минимальную стоимость и, соответственно, уже зарабатывать. То есть производим на территории России. Есть вторая бизнес-модель по аренде. То есть мы, как производители, можем дать полное обслуживание нашей онлайн-кассы для бизнеса, при этом зарабатывать на одной кассе за цикл ее жизни до 120 тысяч рублей. Наши конкуренты, мы знаем наших конкурентов, мы проанализировали все, что есть на рынке. Мы разобрали наших конкурентов до винтиков, знаем их самые сильные и слабые стороны и мы видим свободную нишу. Наши конкурентные преимущества. То есть я считаю, что у нас самое лучшее соотношение цены и качества. Кроме того, мы молодая команда, которая может быстро меняться по текущие изменения, у нас простое интуитивное устройство, у нас там всего одна кнопка для управления и также мы используем современное программное обеспечение. Кроме этого, сейчас на онлайн-кассе переходит почти все СНГ и Европа и от нас уже ждут предложений из Узбекистана и Казахстана. Наше производство находится в свободной экономической зоне Дубна, поэтому мы уже экономим на налогах и получаем дополнительные льготы. Там же находится наша разработка и производство. Кроме этого, так как мы используем самый современный софт, модульные структуры, мы можем развивать наш личный кабинет до полноценной ERP, до полноценной ERP-системы. И кроме этого, мы используем открытый IP, что позволяет нашу кассу уже интегрировать в банковские сервисы или другие финансовые сервисы. Текущая стадия у нас все уже разработано. Мы готовы к производству сертификации и продажам нашей кассы. Наша команда это создатель и организатор я, Александр Борн, мой друг, идеолог Максим Ефанов, а также команда программистов и инженеров. Для запуска производства нам необходимо 375 тысяч долларов, которые мы вернем в течение двух лет, но я практически уверен, что это будет гораздо быстрее. Мы вернем 525 тысяч. При этом мы обещаем, что до возврата инвестиций 80% прибыли мы отдаем нашему инвестору, а после возврата 20% пожизненно будет получать наш инвестор. Спасибо за внимание, буду рад сотрудничеству и знакомству. Спасибо. Мнение экспертов это самое интересное. Ну давайте и первый Андрей Свинцов. Андрей, выходи к нам. Андрей Свинцов эксперт-депутат Госдумы Федерального Собрания и Розвеститель Представитель Комитета по информационной политике. Ну сегодня честно говоря стартапы слабенькие, да, я уже наверное седьмой раз примерно присутствую, сегодня не могу выделить какого-то лидера, шаурма. Ну да, шаурма сильная, конечно, сильный стартап. Не знаю, я сам шаурму не люблю, поэтому не могу оценить. Последний стартап на мой взгляд наверное самый приближенный к реальности. Я больше так сказать понимаю в реальном секторе экономики, чем каких-то банкоматах для биткоинов. Насколько мне известно в России эта тема почти под запретом законодательным, то есть я не знаю вообще насколько возможно легально будет это установить и как долго они простоят. Поэтому для России биткоин автоматы вообще наверное утопия. С точки зрения касс ну наверное да, но удастся вам победить крупных игроков я тоже сомневаюсь. Что касается стартапа про мусор я бы вообще за эту тему не брался в силу того, что там есть крупные игроки и они все государственные и вы там точно проиграете либо в тюрьме окажетесь поэтому и все равно проиграете поэтому тоже слабо привлекательно поэтому ну я для себя сегодня честно не нашел ни ни одного стартапа в который я бы инвестировал свою зарплату поэтому надеюсь другие эксперты будут более оптимистичны хорошо тогда если не сложно пиде пожалуйста микрофон Алексею Мастовщику ваши аплодисменты Алексей добрый день на самом деле проекты которые сегодня были есть достойный на мой взгляд я как по линии государственной думы в молодежном парламенте мы активно занимаемся цифровой сейчас темой в принципе понравился первый проект который связан с ремонтом на ремонте да точка ру и также вот последний проект приближен на наш взгляд к реальности iCash также можно его соответственно продвигать что касается нашей деятельности вот на площадках деловой России я являюсь членом генерального совета и руководителем подкомитета подсвенной экономики в принципе можно здесь посотрудничать с точки продвижения этих вот проектов которые я обозначил и также если нужна какая-то законодательная база также продвижения на различных мероприятиях мы тоже готовы в принципе посодействовать спасибо большое альтернатива меня Дмитрий Разбегаев Дима вошел в сементы вообще всегда интересно разные мнения получать потому что ну потому что интересно Дима всем добрый вечер с наступающим режиссером если у нас есть католики ну и спасибо за приятный вечер относительно сегодняшних стартапов понравился действительно первый стартап относительно ремонта онлайн последний проект мы с коллегами даже сидели обсуждали было интересно какая же там фишка у нас такая дилемма а где УТП интересно ее разгадать то есть как минимум пообщаться после этого из-за этого с точки зрения презентации наверное было сегодня проекты интересные относительно что вынесли себя ну два проекта если так кратко спасибо большое Владимир Журавлев как хорошо что ты пришел на самом деле я тебя хотел на сцене увидеть но у меня к тебе есть сначала один вопрос а потом твое мнение об увиденных стартапах спасибо большое тот человек который создал бренд Хофф его команда который создал бренд стартап шоу именно в той графике которая есть скажи пожалуйста в чем сила бренда Ваня как всегда создал то создал а что ты тогда создал если я создал а я ведущий стартап шоу и он имеет ввиду что действительно наша команда создала визуальную идентификацию стиле логотипа вот это да карик ну какой в чем сила в чем сила бренда брат в чем сила бренда я думаю что сила бренда в уникальности потому что сейчас всем нам не хватает самое главное главный актив который дорого стоит это уникальность это уникальность идеи это уникальность образа это уникальность каких-то характеристик ну вот я бы так ответил хорошо по проектам которые ты успел увидеть по проектам смотрите у меня такое ощущение что сегодняшние презентации в контексте новогодней всей истории потому что ну как-то новый год близок много или как бы люди верят в чудеса и хотят чудес поэтому нам сегодня мне показалось много рассказывали о чудесах вот для меня такой чудесный проект это волшебная крышечка проект квант шаурма хотя не могу не отметить очень активную позицию выступающего ты представляешь он тебе придет и скажет у нас есть 2 миллиона рублей мы хотим ребрендинг шаурмы ты скажешь вот понимаете и теперь агентство которое создало хофф бренд создаст значит бренд шаурмы ты прикинь как это будет круто и шаурма будет в каждом хоффе например прекрасно просто если там будет уникальность в самой идее то уникальный бренд создать это наша профессия а хватит 2 миллиона чтобы создать бренд или маловато будет у нас помню что-то 2400 или 2600 было не но это это уже какие-то близкие цифры но пока маловато понятно то есть мы задаром практически я понял вот мне меня очень впечатлил хедж фонд вот и презентации и контентом и энергии я просто знаю этого человека немножко поэтому привет ему большой и очень много энергии вы добьете своего я был ну мне понравилось в алиэксбит название имя человека это супер ну вот наверное да и первый проект интересен потому что он мне как человеку который занимается брендингом очень важно всегда как это выглядит поэтому это выглядело круче всех остальных презентаций и в этом ну это очень очень мало таких презентаций которые так эффектно сделаны поэтому и содержание было интересно и форма была очень крутая спасибо большое так владимир волошин отсутствует ринат мансуров ринат тебя ждем на самом деле если пройтись по каждому да стартапу что мы любим очень делать как обычно именно пройтись так могу сказать что на ремонте действительно было неплохо упаковано вот но я таки не понял до конца боль рынка да была прикольная идея про создание сообщества что-то в этом есть про волшебную крышечку мне показалось что-то нам не договорили тогда как себестоимость проекта 9 миллиардов но при этом объясняется выгода инвестора но при этом это все-таки благотворительный проект я вот не очень понял где тут можешь пообщаться логика да и тут явно что-то нам не договаривают да хотелось бы узнать в чем все-таки интерес человека это делать квант мне наоборот показалось интересный проект потому что есть действительно боль того что все погружены сегодня в гаджеты и взять вот так вот просто отвлечь детей на что-то более познавательное это идея очень хорошая про шаурму могу сказать презентация прикольная вот ну я тоже просто мясо не совсем моя боль такая да мы инвестируем больше в такое в что-то если будет для веганов это интереснее это бы зашло я на самом деле зашел знаешь куда в этот в сеть индийских кафе кто подскажет на кузнецком а джиганат джиганат вот колбаса вегетарианская вот сосиски ну колбаса запакована с прожилками нет это не мясо это что-то там другое поэтому как вариант на самом деле но вкус мяса ну как вариант да ну то есть там бы немножко дизайн над упаковкой поработать и тогда вся Казань перейдет весь этот осан перейдет на эту шаурму вот алиэксбит ну я тоже не очень понял боль я не думаю ну точнее я просто не знаю насколько много людей считает это проблемой да и там обмен тем более сейчас мне кажется вообще все так скукожились и ждут пока все вырастет не особо не бегут там что-то менять но тем не менее наверное это интересно ну и айкэш до последнего не понимал пока мне не вручили продукт пощупать посмотреть теперь понятно что-то из такого из реального сектора приближена к реальности то есть ты потрогал да потрогал посмотрел в целом понять не стало но опять-таки вопрос боли насколько это необходимо рынку ну и требуется погружение хорошо спасибо спасибо большое Ренат подожди я хочу микрофончик спасибо самое главное чтобы стартап не был похож на жену знаете почему потому что когда ты женат допустим или там замужем то тебя что-то постоянно начинает раздражать своей второй половине вот что-то вот там не хватает вот что-то того или что-то вот этого и так далее так же стартапами мне кажется нужно вот когда лайк не лайк а потом уже погружаться так Андрей Ковалев твое мнение сейчас сюда не выходи я просто уже там вот микрофон передавать а то мы будем долго ходить тут передать просто Андрей Ковалев ничего не понравилось скажу честно ну биткоин когда я смотрел про биткоины то я подумал что я на следующий стартап шоу свой выставлю стартап сеть публичных домов да ну там что-нибудь какую-то фишку мы там я там придумаю о да-да-да да-да-да не потому что есть реалии нашего законодательства которые там ну не позволяют это все делать а тебе для этого сеть публичных домов нужна вот управляющая компания? лично мне нужна вообще мне есть мечта открыть самый большой публичный дом в мире ну там 150 тысяч квадратных метров Москва-сити ну да все вся Москва-сити сейчас меня обвинят девушки в сексизме на меня уже так смотрят подозрительно значит шаурма я могу сказать что мне каждый день приходит с моих многочисленных соцсетей предложение открыть 4 кофейни у меня 4 бургерных и 8 шаурмы самых разных причем шаурма они там есть огромное количество турецкой израильской там под разными названиями но это все это мясо в такой в таком лаваше я не знаю я бы ребятам честно с тем энтузиазмом напором который у них есть я бы посоветовал придумать что-то другое в области вот такой еды которая безусловно за этим есть будущее но надо что-то придумать такое что ну на фудкорт владельцы поставят вот шаурму ни один владельец фудкорта не поставит хорошо так спасибо Андрей Алексей Иванченко перед просто микрофончик сюда вперед Алексей твое мнение какие три стартапа понравились какой бы один бы ты выделил бы из них я не буду говорить про конкретные проекты просто мне кажется на самом деле вот вы сказали с таким элементом гордости что вы не работаете со Сколково но надо бы работать со Сколково надо плотнее работать с ребятами из фрии потому что уровень подготовки упаковки проектов которые проходят через Фрии через Колково через другие наши акселераторы он конечно совершенно иной уровень скажем так зрелости проектов по демонстрации пичем пусть немножко более скучных и без элементов шоу условиях он ну принципиально иной и конечно хотелось бы в следующем году пожелать чтобы мы на таких шоу все-таки видели гораздо более продвинутые подготовленные проекты для того чтобы всерьез обсуждать если мы всерьез хотим обсуждать здесь какие-то такие вещи не просто потусоваться то мне кажется вот здесь есть над чем работать мы тебя услышали касательно Сколково Лаверды небольшой если бы Сколково не нарушало бы авторские права наши и при всем при этом ну серьезно тебе говорю если бы не нарушало бы авторские права мы бы конечно с ними работали с большим удовольствием но парадокс в связи с том знаешь что мы с ними работаем это вот они с нами не работают но не суть а вот с фрим очень даже хорошо работаем поэтому спасибо тебе большое так Артем Аветисян главное это даже не идея там это 5% 2% это реализация вот те стартапы которые сегодня мы увидели они были по-разному презентованы кто-то презентовал лучше кто-то эмоционально более эмоционально кто-то более четко вот сейчас принять решение например как инвестору достаточно сложно хочется задать вопросы достаточно много вопросов по бизнес плану и так далее но мне кажется все идеи достаточно неплохие главное как они будут реализованы например шаурма многие здесь достаточно скептически отнеслись а мне понравилось я считаю что если будет реализовано это правильно то эта история пойдет вот что касается касс эксперты говорили что достаточно рынок конкурентный и сложный да действительно этот рынок уже достаточно тяжелый там есть крупные игроки серьезные игроки но всегда можно найти свою нишу и не случайно есть нишевая стратегия мне очень понравился проект который отвлекает детей от значит айфонов и так далее вот поэтому я бы сейчас крест на этих проектах не ставил то есть я считаю что у каждого из этих проектов у каждой из этой идеи есть право на то чтобы выбиться и занять свое место под солнцем спасибо спасибо большое спасибо большое так ваши аплодисменты Александр Дурмянцев Саша человек который инвестирует на ранней стадии до 3 миллионов Саша Иван дорогой Иван я тебе хочу сказать от всей души спасибо за то что ты делаешь это чрезвычайно большой труд то что ты нас здесь всех собрал собрал инвесторов уважаемых экспертов и предпринимателей так же я хочу сказать спасибо предпринимателям у всех отличные идеи и вы относитесь к элите к элите людей которые двигают нашу страну у кого-то может быть что-то немножко недоработанное и так далее но я считаю что это ничего страшного с этим надо и можно бороться предпринимать действия для того чтобы улучшить свои стартапы со своей стороны я хочу выбрать три стартапа первый стартап это квант отличная идея строим на крышах там какие-то развлекательные всякие для детей да вот есть кванториум сейчас по всей россии очень много появилось почему бы не сделать квантом конкурент да почему только один кванториум будет несколько таких проектов это первый второй который я хотел отметить это кассы кассы идея понятна технологичная новизна там ребята придумали какую-то интересную технологию я в рамках данной презентации не смог глубоко вникнуть в эту историю но раз они выступают наверняка технология какая-то очень мощная и с ребятами можно пообщаться на эту тему подробнее и третий проект так сказать приз зрительских симпатий мы все здесь очень очень весело отзывались об этом проекте шаурма 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 человек пришел в костюме все как положено с бабочкой выступил у него сердце горит огонь в душе огонь в глазах вот такие люди такие люди и двигают нашу родину вперед поэтому все молодцы так держать спасибо спасибо большое но я думаю три стартапа услышали мнение потом после голосования в рамках нетворкинга пообщаетесь все дружно мы движемся дальше профессиональный инвестор сколько у тебя стартапов сколько ты инвестировал в стартап количество стартапов сколько у тебя уже сейчас 62 сделки 62 сделки мой профиль это IT проект я в основном инвестирую именно IT проект спасибо Саш Сергей Дашков тоже человек который активно инвестирует Сергей ты в сколько стартапов уже инвестировал за это время 20 чем-то не помню понятно я их не считаю ну давайте так ну я присоединюсь к словам о том что конечно хорошо бы добавить к шоу немножко более зрелых команд так было бы интереснее обещаю что добавим я не знаю насколько они будут зрелые было бы интереснее к чести к чести выступающих я могу сказать что я только по поводу одной команды не понял вообще чем они занимаются волшебная крышечка все остальное я более-менее понял это хорошо из интересного для меня я бы мог пообщаться с iCash отлично отлично спасибо большое iCash есть к вам интересы движемся дальше Игорь Луц Игоря сейчас нет видимо да Игорь Луц есть нет сейчас секунду Николай Крайнов ну я обычно такой как инвестор скучный такой весь и диапазон инвестирую от 30 миллионов и вперед поэтому инвестируем в основном в реальные стартапы точнее в реальные бизнесы или в стартапы которые могут стать реальными бизнесами сегодня я увидел всего два стартапа которых которые могут быть реальным бизнесом это Квант который мне понравилась очень задумка там есть вопросы по исполнению но задумка очень хорошая ребят молодцы что родили я думаю дальше развивать и iCash проект который в данный момент времени очень актуален и он реально может выйти на рынок и занять там свою какую-то долю на огромном рынке который сейчас открывается благодаря изменениям законодательства конкурентные преимущества здесь самое главное будет это цена это такая подсказка потому что на рынок выходит миллионы непрофессиональных небогатых пользователей и выбор будут делать тупо просто по цене нас обязывают где дешевле вход где дешевле решение мы будем это делать если они выдержат там семь с чем-то тысяч цена входа значит они отъедут отожрут свою долю рынка остальные ну даже не знаю что сказать первый проект по ремонту это проект не для а инвестор это проект для менеджмента там инвестор очень тяжело будет контролировать свои деньги а менеджмент будет решать свои проблемы достаточно успешно если он вообще взлетит а остальные проекты на мой взгляд вообще не для инвестора инвесторам там делать нечего по разным причинам у каждого проекта своя причина спасибо большое отличное мнение друзья кто кто из там слышал кому кому интересны для николая то пообщаемся сергей змеев сергей здесь нет нет сергей нету александр пустовит саша да спасибо исправьте слайд пожалуйста ребят еще раз слайд исправьте говорю уже а ну слушай ну извини ты ты так быстро вырос в карьерном росте что знаешь что мы не успели то есть обычно долго а тут уже из как там эксперта да ты уже стал руководителем поэтому во первых мы тебя поздравляем и разумеется мы исправим разумеется спасибо так по проектам хочу отметить два проекта первый который я сначала вообще всерьез не воспринял это шаурма но это единственный проект который показывает прибыль то есть он что-то показал что одна точка дает ему там 118 тысяч ну хоть какой-то кэш уже он в плюсе он 170 тысяч 170 тысяч не суть это окей и второй проект это конечно же iCash потому что он имеет место быть то есть сейчас там очень большая конкуренция в этом сегменте но как сказали коллеги если ребята зайдут с адекватным ценником то они свой рынок поимеют как сейчас на тебя крайнов посмотрел спину прям прострелил тебя насквозь типа это мой стартап знаешь такой нет тут ничего интересного нет это мой стартап да крайнов это все фигня вы идите ребят здесь фигня ну что пацаны кто со мной я знаю крайнов он как потапинг знаешь там все обольет а потом так а теперь все со мной ну все пошли я знаю тебя Николай ты так что не поступаешь в общем резюмируя самый сильный сегодня на мой взгляд это iCash спасибо окей спасибо iCash слышал Дмитрий Калаев это сказать iFree представляешь iFree iCash iFree да добрый вечер но хороших вещей две первое это организованное тобой и Дарьей мероприятие собрал очень интересных людей нам здесь хорошо ну слава богу друг с другом поговорить по счету хорош сегодня был второе что ну в любом случае спасибо всем людям которые выходили сюда и рассказывали про свой будущий бизнес потому что ну вообще как бы бизнес начинается с многих шагов если это был первый шаг там или пятый шаг то ну шагайте дальше если говорить про битву за кого я буду биться ни за кого не биду не буду биться потому что реально ну вот все ниже нашей инвестиционной стадии при том что мы на очень ранней стадии инвестируем за этот год закрыли 108 сделок то есть проинвестирули 108 компаний но очень ранняя стадия на уровне идеи прийти и сказать дайте мне 100 миллионов рублей извините ну как бы не работает на этом рынке и вот как уже звучало что исполнение решает идея там один процент или пять процентов исполнение подтверждается динамикой вот динамику я сегодня увидел у двух команд одна команда это кассы то есть они смогли сделать девайс то есть они ни одного еще не продали и это та стадия на которую мы не инвестируем но то что есть техническая экспертиза в команде на которой можно что-то делать это большой шаг вперед и шаурма потому что у всех остальных просто выручка по нолям то есть это это не инвестиционная история там ну не стоит наверное вкладывать как инвестору но это четкий бизнес на котором можно зарабатывать а если говорить про кого рекомендовать наверное никого потому что странно когда инвестор рекомендует и одновременно говорит а вы знаете я сам туда не пойду это такая очень странная рекомендация в общем да хочется тоже в следующем году увидеть компании с выручкой с динамикой развития а не на стадии мы придумали дайте 100 миллионов спасибо большое Дим огромное большое спасибо так Константин Надиненко лидер добрый вечер коллеги с наступающим Новым Годом спасибо большое за интерес к нашему мнению и за мероприятие вот это как бы а приятно коллеги довольно много хлеба уже съели рассказывая о проектах и в общем наверное большая часть вопросов уже задана я бы хотел сказать о презентации знаете когда я был наверное третиклассником или четвероклассником это было очень давно мы с моим другом детства писали такую книгу про какой-то значит фантастический город где знаете были летающие автомобили какие-то поезда которые по огромным эстакадам выше домов проезжали чтобы пробки не существовать и много всяких других штук там было в этом городе и вот я давно не перечитывал конечно вот но мне кажется что большая часть того что мы сейчас услышали по проектам оно по уровню обоснованности до всех вот этих замечательных историй достаточно близко к тому что когда-то мы пытались изобразить и это наверное очень большой недостаток прежде всего презентации я уверен что в каждом проекте есть глубокая проработка того как все это будет осуществляться расти и развиваться но из презентации это совершенно не видно и совершенно неправильно пытаться объяснить во время таких пичей что вот у нас все будет замечательно нужно обязательно говорить почему это будет замечательно как будет работать например этот кассовый аппарат или почему этот банкомат умеет съесть 500 тысяч евро за 30 секунд и не подавиться в отличие от всех остальных и так далее вот в любом случае мне кажется что реальная инвестиционная история начинается там когда проект умеет делать то что не умеют делать другие да тогда собственно говоря в это можно инвестировать и это вот серьезное конкурентное преимущество собственно говоря является источником капитализации проекта вот мне кажется что это и критерии отбора проектов на такие мероприятия очень правильные и важные и организаторам нужно наверное думать о том что такого собственно умеет делать стартап который вы рассматриваете что создаст ему конкурентное преимущество а не просто способность красиво разговаривать и в итоге то в итоге ну собственно здесь шкала не абсолютно относительная наверное относительно того что было представлено действительно я с большинством соглашусь и кэш и шаурма ну хорошо лучшие проекты здесь но оружие мы изножим чтобы биться за них тоже не достанет понятно а то было уже знаешь что такое ощущение пошло что как будто я в государственном доме посижу и слушаю типа законный проект он вот так 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 понятно хорошо оружия нет ничего Синюшина нет большого спасибо большое значит ну теперь что теперь у нас самое интересное начинается да это голосование то есть мы должны сейчас наши коллеги там что-то подшаманят да и мы сейчас увидим голосование как голосовали эксперты нам интересно узнать как они проголосовали как распределись голоса какие проекты интересны итак это эксперты ну заметьте да то есть первым проектом у нас является на ремонт да вторым квантом третий айкэш четвертым русиана алиэксбит хатчфонд и волшебная крышечка причем заметьте про на ремонт по мнению в том числе как бы экспертов что-то как-то никак вот что-то какая-то фигня но на самом деле больше всего про квант вообще эксперты почти ничего не сказали и про икэш тоже и при всем при этом их слова конкретно расходятся с тем о чем они голосовали потому что одно дело голосовать в режиме онлайн а другое дело потом значит там выдавать некую там речь о том что так давайте посмотрим как у нас голосовали зрители вот это очень интересно как голосовали зрители которые находятся сейчас здесь друзья если вы снимаете будете выкладывать хэштег стартап шоу пожалуйста итак на первом месте айкэш как вы видите на втором на ремонте на третьем русиана шурма ну и дальше вы видите да то есть зрители которые являются потенциальными пользователями данного продукта или являются ну в какой-то области интересантами данного проекта выбрали первое место айкэш потому что деньги второе потому что интересно инвестирует то и как зарабатывать на ремонте понятное дело на еде шурма то есть это более-менее быстрые понятные проекты и так далее так можно еще раз презентацию следующий слайд будет так теперь что интересно ааа голосование инвесторов интересно же как же инвесторы проголосовали покажите пожалуйста так и у нас получается что первое место у нас занимает айкэш просьба на сцену второе место русиана шурма и третье место на ремонте обратите внимание что ну совершенно по-разному было озвучено с самого начала я хотел бы вручить вам такие вот памятные звезды начиная с третьего места так третье место это у нас на ремонте вам друзья ваши аплодисменты все-таки рождество и маленькие чудеса второе место у нас а русиана шурма перенес да и первое место у нас айкэш держите друзья большое спасибо занимайте ваши места скоро будет нетворкинг не сейчас но скоро будет и будете общаться с вашими инвесторами поэтому друзья ваши аплодисменты это маленькая история успеха в конце от концу уusto а рождество как нам все-таки же интерьм happy концу о маленькая до конца и darling вот straight